Всем привет! С вами Lima Music. Сегодня мы научимся играть песню «Позвони мне, позвони» из кинофильма «Карнавал». Это произведение заказал подписчик Дмитрий Азбукин. Огромное спасибо за поддержку канала. Вначале я сыграю всю песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры подогнал «Симон» Если вам нравятся мои видео-уроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Буду благодарна каждому за поддержку канала. Рассмотрим медленно первый кусочек. В правой руке находим ноту до первой октавы, потом «Си бемоль», «Ля» и обратно «Си бемоль». Затем нужно найти ноту до второй октавы и ноту до третьей октавы. Ноту до второй октавы играем левой рукой, а верхнюю ноту до правой. Играем максимально быстро левой, стремимся к правой. Потом по такому же принципу играем две ноты «Си бемоль» и «Си бемоль». Левая рука стремится к правой. То есть вот эти вот две ноты мы играем максимально быстро. Все ноты, которые мы выучили в первом кусочке, нужно играть отрывисто. То есть мы не задерживаем палец на клавише, а отрываем. Также показываем, какими пальцами мы будем играть. Начинаем с третьего пальца правой руки на ноте до вторым «Си бемоль», первым «Ля», вторым «Си бемоль». Потом, когда мы играем одинаковые ноты в правой и в левой, можно брать абсолютно любые пальцы. Например, второй и второй палец. Все ноты внизу играются одинаково по ритму. А когда мы переходим наверх, мы играем нижнюю ноту всегда быстрее к верхней. Всегда остановка на верхней. Раз-два. Остановились. Раз-два. А потом ускоряем. Вот что у нас получилось в первом кусочке. Рассматриваем медленно второй кусочек. Он очень похож на первый. Учим вначале нижние ноты. Начинаем с ноты «Фа» первой октавы. Потом «Ми бемоль», «Ре» и обратно «Ми бемоль». Дальше переходим наверх. Находим «Фа» второй октавы и «Фа» третьей октавы. Играем опять внизу левой рукой, вверху правой. «Фа», «Фа». И потом находим две ноты «Ми бемоль», «Ми бемоль». Играем опять левой внизу, правой наверху. Так же самое, как в первом кусочке, мы играем все ноты отрывисто. И наверху. Во втором кусочке будут такие же пальцы, как и в первом. Начинаем с третьего пальца на ноте «Фа», второй на «Ми бемоль», первый на «Ре», второй на «Ми бемоль». Потом, когда мы переходим к дублирующим нотам, мы можем играть любыми пальцами. Например, второй и второй, в левой и в правой. Ритм тоже повторяется из первого кусочка. Внизу все ноты играем одинаково по ритму. А вверху мы играем так. Нижняя нота стремится к верхней. То есть остановка всегда на вторую ноту. Вот что у нас получилось во втором кусочке. Второй кусочек у нас будет повторяться два раза. Еще раз играем то же самое, что мы выучили. Рассматриваем медленно третий кусочек. Играет у нас только правая рука. Начинаем с ноты «Ми бемоль» первой октавы. «Ре», «До» и обратно «Ре». Всего четыре ноты. Играть мы будем такими же пальцами, как в прошлых кусочках. Третий палец на «Ми бемоль», второй на «Ре», первый на «До», второй на «Ре». И все эти ноты мы тоже играем отрывисто, как в первом и во втором кусочке. Все, третий кусочек выучили. Сейчас обязательно объедините первый, второй и третий кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. В последующем каждый новый кусочек соединяйте с предыдущими. Так вам будет легче выучить всю песню. Вот что у нас получилось в этих трех кусочках. Рассматриваем медленно четвертый кусочек в правой руке. Он у нас будет основан на тех нотах, которые мы выучили в первом кусочке. Помните, у нас было «До», «Си бемоль», «Ля», «Си бемоль» и вверху «До», «Си бемоль». Запомнили эти ноты. Теперь мы их играем только вот в этой октаве. Начинаем с ноты «До» второй октавы. «До», «Си бемоль», «Ля», «Си бемоль» и опять «До», «Си бемоль». То есть у нас верхняя мелодия построена на этих трех нотах. Сейчас мы усложним ту мелодию, которую я показала в правой руке. Нам нужно выучить две вспомогательные ноты. Это ноты «Ре» первой октавы и нота «Соль». Пока что будем играть эти две ноты левой рукой, а мелодию играть в правой. Потом все, что мы выучим, нам нужно будет играть только правой рукой. Сейчас играем в правой ту мелодию, которую мы учили в первом кусочке. Вот эти ноты «До», «Си бемоль», «Ля», «Си бемоль», «До», «Си бемоль». А левой рукой играем две вспомогательные ноты. Нажимаем эти ноты после каждой ноты в правой руке. Вначале «До», «Две ноты», «Си бемоль», «Две ноты», «Ля», «Две ноты», «Си бемоль», «Две ноты». Когда у нас останется две последние ноты в правой «До» и «Си бемоль», мы их будем чередовать только с одной нотой «Ре». «До», «Ре», «Си бемоль», «Ре». Сейчас сыграем все, что у нас получилось с движением. Правую руку будем играть громче, а две вспомогательные ноты играем тише. Между нотами остановки не делаем, играем все подряд. Вот это основная мелодия четвертого кусочка. Теперь нам нужно сыграть всю мелодию четвертого кусочка только одной правой рукой. Я сейчас покажу, какими пальцами мы будем нажимать те ноты, которые вы уже знаете. Обязательно выучите именно эти пальцы, тогда у вас будет единая позиция для следующих кусочков, потому что там будет похожий принцип построения. Берем пятый палец на ноту «До». Ноту «Ре» и «Соль» мы будем брать всегда первым и вторым пальцем. Сразу выкладываем эти два пальца, чтобы они автоматически нажимали нужные нам ноты. Си бемоль мы будем играть четвертым пальцем. Ре «Соль» опять первым и вторым. Третьим пальцем мы играем «Ля». Первым и вторым Ре «Соль». Четвертым опять Си бемоль. Ре «Соль» первым и вторым. Потом пятым «До». Первым ре, четвертым си бемоль, первым ре. Здесь очень простой принцип. Мы на ре соль выложили первый и второй палец, а на три нужные ноты до, си бемоль и ля мы выложили пятый, четвертый и третий. То есть у нас используются все пальцы на нужных нам клавишах. Три пальца на трех клавишах подряд и два пальца на вспомогательных нотах. Сейчас сыграю, что у нас получилось в четвертом кусочке, правильными пальцами, только правой рукой. Просто выкладываете эту позицию и уже пальцы будут играть автоматически, потому что за каждую нужную ноту отвечает нужный нам палец. При этом верхние ноты мелодии мы играем чуть-чуть громче, а вспомогательные ноты ре соль нужно играть немного тише. Разматриваем четвертому кусочку левую руку. Мы в левой должны взять одну октаву. Находим ноту соль малой октавы, соль большой октавы. Теперь берем только левой рукой первым и пятым пальцем. Эту октаву мы возьмем на первую ноту в правой руке и будем держать, пока играет правая. Ноту до и октаву берем вместе. И играет правая. Все, четвертый кусочек выучили. Рассмотрим медленно. Пятый кусочек в правой руке. Принцип построения будет такой же, как и в четвертом. Мы находим вначале мелодию, основную, вверху. Она у нас повторяется из второго кусочка. Помните, мы играли во втором кусочке? Вот эти же ноты мы играем теперь в правой руке, только во второй октаве. Фа, ми бемоль, ре, ми бемоль, фа, ми бемоль. Запомнили эти три ноты. Они у нас будут вверху. И также запоминаем две вспомогательные ноты. Это нота соль, нота до. Один раз сейчас сыграем так же, как в четвертом кусочке. Правой рукой мы играем мелодию. Левой рукой играем две вспомогательные ноты. Между каждой нотой и мелодией. Получается фа, две ноты. Ми бемоль, две ноты. Ре, две ноты. Ми бемоль, две ноты. Осталось две последние ноты вверху, чередуем их только с нотой соль. Фа, соль, ми бемоль, соль. То есть принцип построения такой же, как и в четвертом кусочке. В пятом кусочке мы будем играть такими же пальцами, как и в четвертом. Выкладываем на верхнюю мелодию пятый на фа, четвертый на ми бемоль, третий на ре. Запомнили, что эти три ноты мы играем тремя пальцами подряд. Осталось два пальца, первый и второй, которые мы выкладываем на наши две вспомогательные ноты. Соль и до. Все, позиция у нас готова. Каждый палец отвечает за нужную клавишу. И теперь играем те ноты, которые мы только что играли разными руками, только правой рукой. Получается, с пятого пальца начинаем фа. Первым соль, вторым до, ми бемоль четвертым. Опять два пальца. Первый, второй. Третьим ре. Первый, второй. Четвертый ми бемоль. Опять первый, второй. Второй, пятый на фа, первый на соль, четвертый на ми бемоль, первый на соль. И теперь играем с движением. Все ноты одинаково по ритму. Правую выучили. Рассматриваем к пятому кусочку левую руку. У нас будет всего лишь одна октава. Находим ноту до малой октавы, до через октаву. Берем первым и пятым пальцем. Эту октаву мы будем нажимать на самую первую ноту правой руки. Это нота фа. Берем вместе, октава держится и играет только правая. Дальше правая. Не забываем, что в правой мы должны выделять громче верхний голос, а две вспомогательные ноты играть немного тише. Вот что у нас получилось в пятом кусочке. Рассматриваем медленно шестой кусочек в правой руке. Он у нас будет полностью повторять пятый кусочек, только с одним небольшим исключением. В пятом кусочке у нас было две вспомогательные ноты соль до. В шестом кусочке у нас будет две ноты ля, до. То есть мы поменяли нижнюю ноту соль на ноту ля. Все остальное у нас не меняется. Выкладываем такую же позицию. Пятый палец на фа, четвертый на ми, бемоль, третий на ре. Это наши ноты мелодии. И два пальца на вспомогательные ноты. Первый на ля, второй на до. Играем все то же самое, что и в пятом кусочке, только вместо ноты соль берем ноту ля. Сейчас еще раз медленно назову ноту шестого кусочка, чтобы вы проверили, что вы все играете правильно. У нас получается фа, ля, до, ми, бемоль, ля, до. Ре, ля, до, ми, бемоль, ля, до. Потом пятым фа, первым ля. Четвертым ми, бемоль, первым ля. То есть всегда, когда мы брали в пятом кусочке ноту соль, мы теперь берем ноту ля, остальное у нас не поменялось. Теперь показываю, что у нас получилось с движением в шестом кусочке. Правую выучили. Рассматриваем к шестому кусочку левую руку. У нас будет одна октава. Находим ноту фа малой октавы. Фа через октаву. Берем первым и пятым пальцем вместе. Эту октаву мы берем на первую ноту в правой руке. То есть такое же соединение, как в четвертом и в пятом кусочке. Взяли вместе фа и октаву. И играет только правая. Шестой кусочек выучили. Рассматриваем медленно. Седьмой кусочек в правой руке. Он будет немного похож на предыдущие кусочки, только мы поменяем чуть-чуть концовку. Вспоминаем наш третий кусочек, когда мы играли ми, бемоль, ре, до, ре. Теперь переносим эту мелодию на октаву выше. Играем снова ми, бемоль, ре, до, ре. Это наша верхняя мелодия в правой руке. Теперь учим две вспомогательные ноты. Это нота фа и си, бемоль. Теперь играем по такому же принципу, как в прошлых кусочках. Эти две ноты пока что играем левой, а мелодию в правой, чтобы уловить принцип. А потом будем играть только правой рукой. Начинает у нас играть правая ми, бемоль. Две вспомогательные ноты. Фа, си, бемоль, ре. Опять две ноты. До. Берем вспомогательную ноту фа, а дальше начинаются изменения. Играем фа диез. Вверху наша нота ре в правой. И доигрываем еще три ноты в левой. Ре, фа диез, ля. То есть у нас поменялась концовка. Немного другой принцип, чем в предыдущих кусочках. А начало было по такому же принципу, как мы играли в прошлые кусочки. Вот что получается с движением. Пока что играем разными руками. Теперь все, что мы выучили в седьмом кусочке, нужно сыграть только правой рукой. Выкладываем нашу обычную позицию. Пятый на ноте ми, бемоль. Четвертый будет на ре. Третий на до. Запомнили, что мелодию мы играем этими тремя пальцами. Два пальца используем для вспомогательных нот. Это нота фа первым пальцем. И вторым си, бемоль. Теперь играю всю мелодию и показываю еще концовку, какими пальцами мы будем играть. Начинаем. Пятый ми, бемоль. Потом первый, второй. Четвертый ре. Первый, второй. Третий на до. Первый на фа. Дальше начинаются изменения по нотам. Поэтому вторым пальцем мы играем фа диез. Пятым пальцем играем ноту ре. Первым пальцем ре через октаву. Вторым фа диез. Третим ля. То есть у нас в концовке меняется позиция, так как у нас появились другие ноты. И мы уже играем их теми пальцами, которые я показала. Вот что у нас получилось в движении в седьмом кусочке. Рассматриваем к седьмому кусочку левую руку. У нас будет две октавы. Первую октаву строим от си, бемоль. Малая октава. И находим си, бемоль через октаву. Берем первым и пятым пальцем. Вторая октава от ноты ре. Находим ре через октаву. Берем вместе первым и пятым пальцем. Левую выучили. Соединяем правую и левую в седьмом кусочке. Первую октаву си, бемоль берем с первой нотой ми, бемоль. И считаем до восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Досчитали до восьми. На следующую ноту на фа диез берем в левую октаву ре. И доигрывает правая. Вот что у нас получилось в седьмом кусочке с движением. Рассматриваем медленно восьмой кусочек в правой руке. С этого кусочка у нас начинается главная тема всей песни. Берем ноту ре второй октавы два раза. До. Си бемоль. Ля. Си бемоль. Соль. Показываю, какими пальцами мы играем эту мелодию. Четвертый палец на ре. Третий на до. Второй на си бемоль. Первый на ля. Второй опять на си бемоль. Первый на соль. Рассматриваем ритм к восьмому кусочку. Вначале считаем до четырех. Раз, два, три, четыре. Остановились. После этого считаем до трех. Раз, два, три. Остановились на треть. Когда мы играем последнюю тройку, мы ее должны сыграть в два раза быстрее. То есть четверку мы играем чуть-чуть медленней, тройку в два раза быстрее. Вот что у нас получилось в правой руке. Рассматриваем к восьмому кусочку левую руку. У нас будут аккорды из трех нот. Первый аккорд строим от ноты ре малой октавы. Добавляем фа диез. Ля. Берем аккорд вместе. Рассматриваем второй аккорд от ноты соль. Добавляем две ноты. Си бемоль. Ре. Берем аккорд вместе. Теперь соединяем эти два аккорда с правой рукой. Берем отдельно первый аккорд. Играем в правое до последней ноты. Последнюю ноту соль берем с аккордом соль вместе. Вот что у нас получилось в восьмом кусочке. Рассматриваем медленно. Девятый кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль первой октавы. Ля. Си бемоль. Соль. Си бемоль. Ре. Фа. Ми бемоль. Показываю, какими пальцами мы будем играть. Первый палец на соль. Второй на ля. Третий на си бемоль. Первый опять на соль. Теперь второй на си бемоль. Третий на ре. Пятый на фа. Четвертый на ми бемоль. Рассматриваем ритм к девятому кусочку. Снова считаем до четырех. Раз, два, три, четыре. На четвертой остановка. Дальше опять читаем до четырех, только играем в два раза быстрее. Раз, два, три, четыре. Остановка на четвертой ноте. Это нота ми бемоль. То есть делим по четверкам. Первую четверку играем медленно. Вторую в два раза быстрее. Вот что получилось в правой руке. Рассматриваем к девятому кусочку левую руку. У нас будет два аккорда. Первый вы уже знаете. Он от ноты соль. Си бемоль. Ре. Мы его играли в восьмом кусочке. Второй аккорд строим от ноты до. Добавляем ми бемоль. Соль. Берем вместе. Теперь соединяем эти аккорды с правой рукой. Отдельно берем первый аккорд от соль. Играет правая до предпоследней ноты. На ноту фа в самом верху берем аккорд до. И доигрываем последнюю ноту ми бемоль. Отдельно. Вот что у нас получилось в девятом кусочке. Рассматриваем медленно десятый кусочек в правой руке. Находим ноту ми бемоль второй актавы. Играем два раза. Спускаемся вниз. Ре. До. Си бемоль. До. Ля. Этот кусочек полностью по мелодии повторяет восьмой кусочек только на одну клавишу выше. В восьмом кусочке мы играли такую же мелодию от ноты ре. Теперь мы играем в десятом кусочке то же самое от ноты ми бемоль. Будет повторяться полностью последовательность нот пальцы и ритм. Сейчас покажу пальцы в десятом кусочку. Они такие же, как в восьмом кусочке. Четвертый на ми бемоль. Третий на ре. Второй на до. Первый на си бемоль. Второй на до. Первый на ля. Ритм тоже у нас повторяется из восьмого кусочка. Вначале считаем до четырех. Раз, два, три, четыре. Остановились на до. Дальше считаем до трех. Играем в два раза быстрее. Раз, два, три. Остановились на последней ноте ля. Вот что получилось в правой руке. Рассматриваем десятому кусочку левую руку. У нас в начале будет такой же аккорд, на котором мы закончили предыдущий кусочек. Повторяем аккорд от до. До, ми бемоль, соль. Берем вместе. И учим второй новый аккорд от ноты фа. Фа. Ля. До. Через одну по белым клавишам. Пропустили по одной белой клавиши. Берем вместе. Теперь соединяем правую и левую в десятом кусочке. Соединение такое же, как и в восьмом кусочке. Берем отдельно первый аккорд. Играем только правая до последней ноты. Последняя нота ля соединилась с аккордом фа вместе. Вот что у нас получилось в десятом кусочке. Рассматриваем медленно одиннадцатый кусочек в правой руке. Он у нас будет построен на такой же мелодии, как девятый кусочек, только на одну клавишу ниже. Девятый кусочек мы играли от ноты соль. А одиннадцатый будем играть в то же самое от ноты фа. Сейчас я подробно разберу все по нотам и по пальцам. Просто хочу, чтобы вы знали, что мелодия полностью повторяется. Пальцы тоже будут повторяться. И ритм у нас тоже не поменяется. Начинаем одиннадцатый кусочек, как я говорила, от ноты фа. Идем наверх. Соль. Ля. Фа. Ля. До. Ми бемоль. Ре. Сейчас рассматриваем пальцы к одиннадцатому кусочку. Берем первый палец на фа. Второй на соль. Третий на ля. Первый опять на фа. Теперь на ля берем второй палец. Третий на до. Пятый палец на ми бемоль. Четвертый на ре. То есть пальцы полностью повторились из девятого кусочка. Ритм у нас тоже не меняется. Считаем до четырех. Раз. Два. Три. Четыре. Остановились на фа. На четвертой ноте. Снова считаем до четырех. Только в два раза быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Остановились на последней ноте ре. Вот что у нас получилось в одиннадцатом кусочке. Рассматриваем к одиннадцатому кусочку левую руку. Первый аккорд будет полностью повторяться с последним аккордом прошлого кусочка. То есть мы опять играем фа, ля, до. То есть повторяем предыдущий аккорд. И учим новый аккорд от ноты си бемоль. Добавляем ре. Фа. Берем вместе. Теперь соединяем правую и левую в одиннадцатом кусочке. Соединение будет такое же, как и в девятом кусочке. Берем первый аккорд отдельно. Играем правая до предпоследней ноты. Вот предпоследняя нота ми бемоль. Взяли с аккордом си бемоль. Доиграли последнюю ноту ре. Вот что у нас получилось в одиннадцатом кусочке. После одиннадцатого кусочка мы должны повторить восьмой и девятый кусочек подряд без изменений. Играем с движением. Восьмой кусочек. Девятый. И после этого мы переходим к изучению нового двенадцатого кусочка. Рассматриваем медленно двенадцатый кусочек в правой руке. Находим ноту ми бемоль второй октавы. Играем два раза. Ноту соль два раза. Спускаемся вниз. Фа. Ми бемоль. Ре два раза. Показываю пальцы к этому кусочку. Второй палец на ми бемоль. Четвертый на соль. Третий на фа. Второй на ми бемоль. Первый на ре. В этом кусочке все ноты играются одинаково по ритму. Рассматриваем к двенадцатому кусочку левую руку. У нас будет три аккорда. Первый аккорд от ноты до. Ми бемоль. Соль. Берем вместе. Второй аккорд. Вы его знаете от ноты фа. Фа. Ля. До. Берем вместе. Третий аккорд от ноты си бемоль. Мы его тоже уже играли. Ре. Фа. Берем вместе. То есть у нас в этом кусочке три аккорда. Первый от до. Второй от фа. Третий от си бемоль. Соединяем правую и левую в двенадцатом кусочке. Отдельно берет левая первый аккорд. Две ноты в правой. Берет левый аккорд фа на ноту соль в правой. Играет правая. На предпоследнюю ноту ре берем аккорд от си бемоль. И доигрываем последнюю ре. Вот что у нас получилось в двенадцатом кусочке. Рассматриваем. Тринадцатый кусочек в правой руке. Два раза играем ноту ре. Два раза ми бемоль. Спускаемся вниз. Ре. До. Си бемоль. Два раза. Играть будем такими пальцами. Третий на ре. Четвертый на ми бемоль. Третий опять на ре. Второй на до. Первый на си бемоль. Все ноты в этом кусочке будут играться одинаково по ритму. Вот что получилось с движением. Рассматриваем в тринадцатом кусочку левую руку. У нас будет два аккорда. Первый от ноты ре. Фа диет. Ля. Вы этот аккорд уже знаете. Второй аккорд от ноты ми бемоль. Добавляем соль. Си бемоль. Берем вместе. Соединяем правую и левую вместе. Вначале две ноты играет правая. Раз. Два. Три. На третью ноту на ми бемоль взяли аккорд ре. Доигрывает правая. На предпоследнюю ноту си бемоль взяли аккорд ми бемоль. И доиграли последнюю си бемоль. Вот что у нас получилось в тринадцатом кусочке. Рассматриваем медленно. Четырнадцатый кусочек в правой руке. Находим ля первой октавы. Два раза. Си бемоль. Ля. Соль диез. Ля. Ре. Играть этот кусочек можно такими пальцами. Второй на ля. Третий на си бемоль. Второй на ля. Первый на соль диез. Второй на ля. Пятый на ноту ре. Все ноты в этом кусочке будут играться одинаково по ритму. Вот что у нас получилось с движением. Рассматриваем к четырнадцатому кусочку левую руку. У нас будет два аккорда. Первый от ноты ля. Добавляем до диез. Ми. Берем вместе. Второй аккорд от ноты ре. Вы его уже знаете. Ре. Фа диез. Ля. Берем вместе. Ре. Соединяем правую и левую в четырнадцатом кусочке. Отдельно берем первый аккорд. И играет правая до последней ноты. На последнюю ноту ре мы взяли аккорд ре вместе. Вот что у нас получилось в четырнадцатом кусочке. Если вы хотите увеличить песню, сделать ее больше, вы можете после четырнадцатого кусочка повторить еще раз восьмой кусочек. Играю с движением. А после восьмого кусочка сыграть четвертый, пятый, шестой, седьмой. То есть это наш проигрыш, который играется быстро. И так далее. То есть четвертый, пятый, шестой, седьмой. Но очень важно правильно перейти с восьмого кусочка, который я только что сыграла, на четвертый. Вот отсюда. Чтобы это был не разрыв между восьмым и четвертым, а плавный переход. Сейчас показываю, как мы делаем вот этот переход между восьмым и четвертым кусочком. Мы в правой руке играем всю нашу мелодию до последней ноты соль без изменений. Нашли нашу последнюю ноту соль. А теперь вспоминаем, как у нас начинается четвертый кусочек. Он начинается с ноты до. И теперь нам нужно вот эту ноту соль и до сыграть вместе, одним интервалом. Берем вторым и четвертым. То есть когда мы пришли в восьмом кусочке к ноте соль, мы ее берем вместе с до. И уже, можно сказать, первую ноту четвертого кусочка мы сыграли. И мы продолжаем играть от ноты ре. Ре, соль, си, ре, соль, ля. И так далее. То есть мы, можно сказать, сшили восьмой и четвертый кусочек, потому что объединили последнюю ноту восьмого кусочка с первой нотой четвертого кусочка. Поэтому соединение будет идти беспрерывно. Вот так. Сейчас покажу, что будет происходить в левой руке, когда мы будем соединять восьмой и четвертый кусочек. Вначале мы берем в восьмом кусочке аккорд ре. И вместо того, чтобы взять на соль аккорд соль, как мы всегда играли в восьмом кусочке, мы возьмем на эту ноту соль, октаву соль, соль, соль. Помните, это октава из четвертого кусочка. И так как мы в правой берем не только ноту соль, а соль, до, можно сказать, мы уже перешли в четвертый кусочек. И продолжает играть правая. Сейчас еще раз сыграю соединение восьмого и четвертого кусочка медленно. Когда вы соедините восьмой и четвертый кусочек, после этого вы просто повторяете четвертый, пятый, шестой и седьмой кусочек без изменений. Все произведение заканчивается на седьмом кусочке. Вы просто его доигрываете подряд до последней ноты. Можете в конце немного замедлить и сыграть последние три ноты медленнее и тише. И на этом будет заканчиваться вся наша песня. Мы выучили песню «Позвони мне, позвони». Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов!